Что из себя представляла американская политика в отношении Сирии? Как она связана с Ираком? Вот на самом деле давить на Сирию начали не в 2011, а еще в 2004 году. Вот с 2004 года центральным объектом концепции Большого Ближнего Востока, одним из центральных, была именно Сирия. Напомню, что тогда требовали от Сирии вывезти войска из Ливана, где они обеспечивали стабильность чуть ли не под угрозой бомбардировок, говорила тогда Кандализа Райс. Затем, как только сирийцы ушли, в Ливане немедленно обосновалась Хизбалла и получили войну 2006 года с Израилем. Затем, как только... Затем стали давить на Сирию, что она, дескать, поддерживает боевиков в Ираке. И тоже, по-моему, в 2005 году угрожали пробомбить Сирию, даже назначали международную комиссию. Все это было уже тогда. Вот с 2011 года конфликт вступил в более открытую фазу. Вот, грубо говоря, американцы, а также с помощью так называемого созданного имя же франко-британского тандема, поддерживали любую оппозицию. Какой дивиденд от этого могут получить американцы? Давайте посчитаем. Во-первых, всегда есть теперь мотивация для военного присутствия. Для Саудовской Аравии, Кувейт, правильно, когда им говорят радикалы, что мы угрожаем вашим режимам, значит, теперь всегда они будут попытаться сохранить американское присутствие любой ценой. Любой ценой надо будет сохранять американские базы, как такого последнего защитника. Это американцам в качестве риторики очень выгодно. Теперь, если бы была нормализация отношений с Ираном, их бы спрашивали, а зачем американское присутствие в Саудовской Аравии, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратов? Теперь мотивация для этого присутствия есть. Для борьбы с исламскими радикалами, с кем угодно. Первая выгода для американцев. Вторая выгода. Возможно, это узаконит распад Ирака. Третья выгода. Постоянные проблемы и Ирану, и Турции. Двум странам, которые весьма раздражают Соединённый Штат. Иран. Понятно, что если американцы только озлобят бомбардировками ИГИЛ, то вмешиваться, а будет продолжаться нападение на шиитов, нужно будет вмешиваться Ирану. Вот Ирану тогда головная боль в виде крупного конфликта вблизи его границ. Турция тоже в последние 10 лет американцев сильно раздражает растущей самостоятельностью своей политики. Американцы не забыли, что Турция во время Грузинской войны 2008 года фактически поддержала косвенно Россию. Закрыв Босфор, тогда появились разговоры о том, что Турция слишком отвязывается. Слишком самостоятельно ведёт себя Турция. Вот как раз конфликт на территории Ирака, связанный с усилением Курдистана, это в том числе и проблема для Турции. То есть Турция будет связана и станет более податливой. Ещё одна, скажем так, выгода для американцев. Ливия. Опять-таки, да, здесь уже больше интересы союзника давнего Соединённых Штатов в Великобритании. Напомню, да, что никто иной, как именно не США, а Великобритания была главным инициатором военного конфликта в Ливии. Для чего это было нужно? Для того, чтобы не допустить французский проект «Автономное Средиземноморье» от НАТО. Вот теперь, если в Ливии будет постоянная такая нестабильность, хаос, очаг исламской угрозы, то это будет ослаблять позиции Франции и Италии. Тех стран, которые претендовали на какую-то автономию от НАТО в рамках Средиземного моря. Им и только им нужно будет заниматься этим конфликтом. В общем-то, да, для англичан это дополнительный плюс – блокировка подобных проектов на Средиземном море. Ну и, наконец, опасно ли это для России? Да, в общем-то, конечно, опасно. Но я думаю, что сейчас главная опасность будет не для России, а через Афганистан, нашим союзникам в Центральной Азии. Вот если туда начнётся экспорт радикально исламской идеологии, и туда начнётся экспорт боевых отрядов отсюда, тогда там может возникнуть очень серьёзная дестабилизация, которую могут использовать американцы в своих целях. Сейчас несколько, да, эта волна спала, когда с 2011 года американцы начали новую попытку проникновения в эти регионы. Что, в общем-то, сейчас нам может возобновиться. А это и воздействие на Таджикистан прежде всего, это может быть в будущем воздействие на Туркмению и так далее. А может быть и на Узбекистан. Как бы американцы сейчас не выстраивали диалог с Узбекистаном, до конца Каримову они, в общем-то, не доверяют.